Сахар возвращается на полки нижегородских магазинов. Пока он есть не везде, его очень быстро разбирает, но постоянно подводит и подводит. Сегодня в течение дня мы объехали 8 разных магазинов, 6 разных сетей. В двух магазинах мы нашли сахар, в 6 его не было, в 2 был, но уже по новой цене. Доброе утро! Сок-то раньше был по 50-54 рубля, а сейчас получается по новым привозам, он вот 75, и здесь самый дешевый магазин. А я брала вот тут вот на днях 78 пятерочки, и то мы стояли и ждали, и машина приедет. Я с февраля, с конца не могла купить, вот первый раз с конца февраля купила вот этот один пакетик. Вот один пакет сахара. Чуть-чуть небольшое вот волнение, сразу повышать цены, но назад они никогда не падают. Один пакетик руки. А, у вас боя. Как у вас сейчас с сахаром-то обстановка? Хорошо, все нормально. Есть. А почему цена такая высокая? А вот я пришел, смотрю, есть, да. Вот звоню насчет цены. Слушай, здесь песочек есть, вот по 88. Конечно, дорого. Все говорили, дешевле не будет дороже 45, а тут такие цены, это вообще обалдеть. К новым ценам нижегородцам, видимо, придется привыкать. Как сообщили нам в антимонопольном комитете, дело в том, что сахарный песок не входит в перечень регулируемых товаров. В соответствии с действующим законодательством данный товар не подлежит государственному регулированию. И хозяйствующие субъекты самостоятельно устанавливают цены на данный товар. Мы посмотрели цены из ответов отдельных хозяйствующих субъектов. И в среднем цена, вот, например, по состоянию на 15 марта, средняя цена закупочная, да, порядка 70 рублей за килограмм. Отгрузка, средняя цена на эту же дату, 80 с небольшим.